Приветствую вас дорогие друзья! В прошлой серии мы захватили такие крепости Арав, это было нелегко, врага было больше чем нас, защитников больше чем нападающих, но тем не менее победу мы над противниками одержали. И сейчас очень важным моментом является возможность эту крепость реализовать перед тем, как мы передали ход дальше. Нашей казне очень нужны деньги, запоминаем у нас сейчас 1833 монеты. Кстати, интересную мысль пишет в своем комментарии Михаил Хамар. Он пишет, что когда-то, когда он играл за гномов, дал эльфам Лорина 3 города за 2400 монет, да не на 15 ходов. То есть в общей сумме он выручил где-то 36000 золота за 3 крепости. Так дорого мы продать Арав, конечно, не сможем. Даже если взять 1 третью этой суммы, то это получается за 1 крепость 12000. Потому что за разовую такую вот просьбу заплатить 12000 за передачу Дейлу Арава, на такую разовую просьбу враг не согласится. Кстати, мы можем повысить цену этой крепости, если отгоним армию Мордора от месторасположений наших. Давайте ударим по Мордорцам и разобьем командира Якбуга и его небольшой диверсионный отряд. Знаете, как бывает, когда за вашим войском идет банда разбойников или отряды диверсионные и уничтожают фураж, перехватывают подкрепления, строят какие-то козни, разрушают, так сказать, доступ и подходы торговцев, снабжателей. Вот кого угодно к вашему войску инфраструктуру разъедая. Вот иногда нужно развернуться, уметь и атаковать врага, отбить его нападки на ваши пути снабжения и обезопасить свой тыл. Вот этим я сейчас и займусь. Почему не провожу эту битву автобоем? Потому что я дорожу жизнью своих солдат, так как мои ребята в целости и сохранности понадобятся мне в сражении с руном. Врагу некуда деваться, отойти он не может. И он сразу подпадает под обстрел наших лучников. Кстати, вот это вот вы зря затеяли. Никаких огненных стрел, пожалуйста. Да нет, кто бы слушал приказы. Будут огненные стрелы. Начинаем обстрел лучников. Сейчас будет удар по врагу. Можем отправить вперед кавалерию. У нас получается у врага пехота копейщики и лучники. Идеально. Идеальная такая диверсионная армия. И сильна против кавалерии копейщиками. И сильна против вражеской пехоты застрельщиками. И может ответить тяжелой пехотой на наше желание им подгадить или их разбить. Ну давайте попробуем, я даже не знаю, кусануть. То, что мы уже отвлекли целый отряд пехоты, является хорошим знаком. Пройдем кавалерии, значит, дальше. Принимать сразу атаку и копейщиков, и пехотинцев, и лучников тяжело. Слишком высок риск, что кто-то из врагов таки прорвется. А вот разделить армии и принимать атаку по одному. Очень даже эффективно и выгодно. Идем сюда. Заставляем врага отвести свою пехоту еще дальше. И смотрим, как у нас тут. Подходит, не подходит. 65, а лучников всего 58. Хорошо у нас тут. Мы не дадим подойти врагу. Уже 50. Видите, как пехотка настроена гоняться за нашей кавалерией. Тогда отводим их сюда. Начинаем вести их на сближение с основным нашим войском. Такой себе хитренький маневр. Который позволит поставить пехоту орков-грабителей в очередь на истребление. Наша кавалерия как раз может подхватить бегущих. 49 разведчиков. Интересно, мы хоть кого-то потеряли. Нет никого. А куда отступает вражья пехота? Видимо, уже поняла всю бесполезность. Своих маневров и решили отступить с концами. Тут вот опасненький момент. Давайте попробуем перехватить врага. 29 среди лучников. А копейщики убегают, не убегают. Их всего 19. Давайте кавалерии перехватим. 19 копейщиков. Значит, запретим стрельбу. Перенаправим ее исключительно на разведчиков Мордора. Чтобы по кавалерии по нашей не попало. И будем следить за вражьей. Вражьей, вражьей, вражьей. Не кавалерии, а пехотой. Чтобы наша кавалерия тоже не попала в проблему. 16, 3 их удалось убить. Ладно, тогда разделим наше войско. Кого враг выберет? В этом случае, видите, искусственный интеллект выбирает. Однозначно. Хорошо. Я думаю, от луков тут ничего почти не осталось. Мы спокойно можем переключать огонь вот сюда. Смотрите, до одного. До единого солдата вражеского подчистили. И сейчас орки-грабители получат целую... Охапку стрел себе врыло. Ворочи, свиные, рыльца. Просто не доведут в полном составе свой отряд сюда. Так, еще Михаил пишет насчет того, что делать с армией возле Долг-Гулдура и возле Изенгарда. Насчет армии Изенгарда высказался и Иван Пантюшин. Точнее, Михаил пишет насчет армии Долг-Гулдура и армии Харада. Разработали мы с ним в совместном обсуждении комментариев такую идейку, благодаря которой можно будет схватить Долг-Гулдур и осадив, забрать себе без каких-либо особо серьезных напрягов с гарнизонным скриптом. Но для этого нужно отступить вглубь Лихолесья, подождать армии подкрепления, которые идут к Долг-Гулдуру на помощь, разбить их и обратить в бегство. Они отправятся в город, все недобитые отряды займут слоты для гарнизонного скрипта. И таким образом, когда мы осадим Долг-Гулдур, там окажутся достаточно легко усваиваемые войска для переваривания нашей осадной армии. А не те Алакхайи, которым я уже в Изенгарской гондарской компании привык. Причем Долг-Гулдур достаточно неприступен. Сложно его брать даже с осадными орудиями. Ну что, победа, но мы продолжаем. Сейчас развернем кавалерию и добьем остатки. Или подождем, пока они подойдут. У наших ребят тоже дальность стрельбы не бесконечная. В определенный момент просто не смогут продолжать обстрел вражей диверсионной группы. И все, прощай диверсии. Может быть, цена Арава подскочит в глазах Дейла, потому что ему не угрожает опасность хотя бы от 382 диверсантов Мордора. Ну, я надеюсь, что это, конечно, повлияет на цену Арава. Ну, если даже и не повлияет, копить три крепости и пробовать продавать их за дань я не буду, потому что деньги мне нужны немедленно. Я хочу в Ануминасе заказать постройку и хочу, как говорится, заказать постройку в одной из своих крепостей. 2000 у нас есть. Мы получили за хорошую победу хорошую зарплату. Отступаем в сторону руна. Поведу я свою армию. Что никак. Стрелков в сторону. И кавалерию в сторону. Так, как я уже говорил, деньги есть, и теперь можно оформить куплю-продажу. Нам нужно отправить нашего переговорщика в Эсгород. Доброго времени. Суток, принц Бранд. Что ж, я тебе предложу. Я тебе предложу сдать область. Сейчас посмотрим, сколько денег они мне за Арав заплатят. И предложу тебе... А, нет, подождите. Мне когда-то писали, что если мы хотим право прохода с врагом, не с врагом, а с союзником, то у нас должны быть общие границы. Невыгодное предложение. Это почему? Связи не о карте. Ого, я могу так договориться, что не смогу продать. Ладно. Ну, его это право прохода. Будут портиться отношения, но не страшно. Арав, вот что я хочу тебе предложить. А ты мне... Выплату. Давай-ка за 3000 попробую я загнать тебе эту крепость. Замечательно. И можем даже посчитать, сколько мы получили. Помним, в случае с Михаилом, это 12000 на крепость. Здесь я продал крепость за... Можно считать со всеми бонусами за 10000. То есть, в итоге я потерял бы 6000, если дело касалось бы троих сооружений. Ну, не очень-то и сильные потери на самом деле. Плюс деньги мне доступны прямо сейчас. Так, а теперь насчет право прохода. Взаимное выгодное предложение. А ну... Не хотят право прохода. Напасть на державу. Вот вам бандиты. За определенную выплату в 100 монеток я готов это сделать. Отсутствие интереса. Все. Не хотят со мной говорить. Ладно. Не страшно. Город возвращен. И мне этого достаточно. Я получил деньги. Теперь сразу же прямым ходом шуруем в Аноминас. И смотрим, что же мы здесь можем построить. Казармы дозорных. Хорошо. Можно заказать стрелков, но я делать это не буду. И в своей самой развитой крепости это у нас Карн Дум. 20000. Сейчас сравним его с основными крепостями. Ну, а Мансул точно менее развит. 9000. Да, видим, меня развит Форнаст. Мы вроде даже и до 3000 не доводили. Еще из захваченных крепостей у меня есть Форт Светлый. 3000. Это я смотрю возможность максить кузницы для того, чтобы потом строить осадное орудие, которые Реадору очень нужны для успешных осадов. Аванпост Северян. Да, видите, тоже 3000 не достигают. И есть еще одна крепость. Это Адорн. 3000. Да, значит, где нам в ближайшее время светят осадные орудия? Это в Карн Думе. Максим. Кольчужные мастерские. Еще 4000 у нас остается. Я думаю, мы эти деньги припасем на следующий ход. И вернемся к нашим армиям. Тут ничего не можем сделать и никуда не можем пойти. Хорошо. Окей. Значит, так и есть. Я бы, конечно, еще потратил денежку на, к примеру, Росгобел. Кожевенная мастерская. Мастерская. Или на чертоге Биорна. Но ни нанимать, ни строить мы здесь ничего пока не можем. Горная крепость. Так, у нас тут три отряда лучников. Даже четыре отряда. Их я бы отправил к Росгобелу. Причина какая? Причина положения в долг Гулдуре отрядов врага. И, конечно же, буду возвращать тогда свою армию обратно. Содействуя нашему общему выработанному хитрому плану. Ну что, передаем ход дальше. И будь что будет. Не походили только своим одним единственным переговорцем. Так, еще из комментариев. А, меня спрашивает. Луцкин У. Насчет русинской компании. Запорожская СЕЙЧ. Где же она? Ну, ребят, я еще подстраиваю. Европа Универсалис у меня вылетает с синим экраном. Так что, пока не решу эту проблему. Продолжение компании приостановлено. Ну, как только, так сразу. Спасибо, что беспокоитесь. Спасибо, что спрашиваете. Ну, вот такая вот неприятная проблемка. Итоги хода. Мордор, армия на третьем месте. А, наша армия на третьем месте. На первом месте, значит, армия Мордора. А на втором месте, наверное, армия Гондора. Находится рун на первом месте по финансам. Мы 12-е. Гондор, все. Рубеж Ириадора у нас. Может быть, переведен на следующую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько у нас строительства хорошего. И найма. Великолепное. Очень хорошее. Очень хорошее отношение. Ну, и замечательно. Сразу идем на передовую. Смотрим, что мы можем сделать армии Арагорна. Кстати, продав Араф, я еще и дал дополнительные войска нашим союзникам. Теперь в твердыне Дейла находится гарнизон из дозорных. А дозорные это достаточно неплохие. Ребята, ну, начальные копейщики. Ой-ой-ой. Вы посмотрите, что угрожает Дейлу. Срочно нужно вмешаться и разбить армии Руна. Во всяком случае, ударить им в тыл. Интересно, ребята могут пойти на приступ или они так ничего и не создали? Ага, не могут пойти на приступ. Им нужна помощь. Вот кто им поможет. Пехота. А мне нужно объединять свои армии и направлять их. Сейчас мне покажет мой шпион, куда же мне нужно их направлять. Во-первых, завладеть фортом, перекрыть одну из переправ. Во-вторых, очень такой уязвимой целью и заодно как раз завладеть фортом возле дороги, перекрыть проход вражеских армий является Дарвинион. Вот сюда мы сейчас и отправим Рагорна. Будем разбивать там Мордор. Только, только что мне нужно. Парень. Всего один воин я бы распустил, но я по-другому использую его. Я буду отвлекать армии врага этим отрядом. Грасгард под надежной защитой. Много армий Дейла здесь. Дейлу очень важно дать немножко времени перегруппироваться. А мне получить в свое распоряжение хороших стрелков. Хорошие стрелки. Идите-ка сюда. Ну и пехоту тоже, так как пехоту мы потеряли. 61. Ладно, будем считать, что мы пополнили. Следопыты. Ну просто шикарные воины. Да. Но вести их на переобучение это жесть. Слишком далеко. Ладно, освободим место. Посмотрим. Вот кого мы можем отправить еще сюда. 33 кавалериста. Еще сейчас решим. 33 кавалериста. Кавалеристы понадобятся. Все ли у нас? 23, 62, 62. То есть можно отправить еще неполный отряд. Кстати, чего тут их не собираем. Или можем поступить наоборот. Этих отсюда отправить, а сюда кинуть два отряда. А вот только кого? Армии все равно будем разбивать на две части. Нас много лучников. Пять отрядов пехоты для осады. Но армия руна. Армия руна это ближние бои. Копейщиков у нас нет. Значит берем кавалерию. Кавалерия нам пригодится. Ополчение Бри, конечно, может сыграть роль копейщиков. Но я лучше возьму для осады. Ребят. И пошли. Вперед. Плюс нам нужно кого-то оставить в форте. На эту роль подойдет какая-нибудь недобитая единичка. О, кстати, насчет лучников. И во вторую армию отправим. Значит, всех остальных будем дожимать Мордор с двух сторон. Эти ребята могут... Могут, могут, могут... Кстати, насчет двух сторон. Кавалерия тут есть, но немного. Неплохо было бы добавить еще один отрядик. Недобитки объединяем. Их, наверное, поведем за Арагорном. Нам хватит, чтобы ароновоз захватить этих войск. Но хватит ли, чтобы справиться с подкреплениями Мордора? Я не уверен, что высшие эльфы будут... Не высшие эльфы, а эльфы Трандуэла будут нам оказывать всяческое содействие. Так, чтобы нам Ром не преградил дорогу. Ох, мне нужна хорошая разведка. Ладно, давайте пойдем сюда. Да, с Дейлом отношения явно ухудшились, потому что мы сейчас бродим по их землям. Они нам разрешения не давали на это. Вот гады. Я им, значит, дарю крепости. А они мне, значит, за это отвечают взаимностью. Интересно, мы так до войны можем доходиться? Ну, потерпите меня еще несколько ходов. У меня выбора нет. Мне шагать через ваши земли. Буду им продавать, они будут покупать. И таким образом мы будем поддерживать с ними отношения. Мне, конечно, бремя на свою казну ложить не надо. Хотя в этих крепостях можно очень легко заказывать много и хороших водок. Но, с другой стороны, стоит понимать, что это наши деньги и наша казна будет от этого страдать. Поэтому я крепости не оставляю себе. Понимаю, что просто не смогу оплачивать все вот эти вот свои желания. Ага, я помню, что где-то тут должна быть армия Мордора. Мордора. Смотрим, как они тут объединяются. Торренбург. Хорошая цель для захвата. Но если я сейчас туда ринусь... Тут две армии Мордора. И плюс мне нужно проверить, нет ли здесь засад от врага. Вот она армия противника. Решили меня на лоха взять. Ага, смотрите, как они умело отрезали путь отступления. Ладно, ладно, что я могу сделать. Я могу копить свои войска где-то здесь. Докидывая туда новые и новые отряды. Новый стэк копить. Ввести сюда лучников. Топорщиков. Вон у меня еще один отряд. В общем, переводить все войска. Горная крепость и местные орки Мглистых гор. С ними мы разберемся. Нам важно все-все-все свои войска вести к Долгу-Лдуру. Нам эльфы помогут, так что не страшно. Плюс постоянный ручеек подкреплений мы получаем. Рубежей нашего королевства. Так, этих переместили. Этих ведем. Смотрим, кто нам доступен. Топорщики. И ведем вот этих вот ребят. Что тут у нас? Кавалерия. Тоже можно отправить на фронт. Пригодятся. А, да, кстати. Мне тут посоветовали убрать галочку найма. Посоветовал мне это. Windows 4500. Спасибо ему за совет. Я просто автоуправлением практически в своих компаниях не пользуюсь. А тут будет как раз такая возможность. Говорит, никто не умрет. Но ты на твою казну не будет осуществляться такая большая нагрузка. Конечно же, тоже отправляем. Бри полчения бесплатно не содержится. 18 ходов до следующего заказа и найма. Хорошо. Так, строительство здесь продолжается. Нам еще важно посмотреть, откуда у нас, кстати, идут войска. Здесь ничего не выводим, ничего не выводим. Тут тоже ничего не нанимаем. Еще одна вереница войск у нас идет почти через все западное побережье в сторону Харада. Видим, тут и Гондор сподобился вести подкрепление. Подсаживаем и отправляем. Высаживаем и идем побережьем. Так сказать, ускоряем приближение наших армий. Надо было мне делать это и с этими тоже ребятами. Так, Харад. Давайте рассуждать над тем, что происходит возле Харада. Мордор отправил сюда не самые сильные свои войска. Интересно, можем ли мы их перехватить. У нас лучники есть, чтобы расстрелять, но нет командира. Хотя, если мы одержим победу над врагом, то... Ого! Опасно! Вот так вот бочком-бочком их отводим. А вот это то, чего я и ожидал. Подкрепление от Гондора. Отлично! Целый стэк идет сюда. Они как-то обошли позиции Харада. Видим, не захватывали город. Тут даже большое подкрепление идет. Молодцы союзники. Аман Эйтель под контролем врага. Тут у Харада тоже большая армия. Я очень хотел бы, чтобы они сразились. Хас Яйб все еще под контролем Гондора. Сейчас посмотрим, какие у них тут проблемы есть. И есть ли? Нет. Целый стэк есть. Можно даже посмотреть на Каз-Шафру. Вдруг есть маленькая надежда того, что... Ага, второй ход осаждают. То есть на тысячу можно рассчитывать. Что насчет переобучения? Может удастся пополнить эти отряды. Хорошо, тогда мы знаете, как делаем. Мы, наверное, собираем армию в Гобин-Тофолосе и захватим Каз-Шафру повторно этой армии. Может быть, вот эти вот наши подкрепления, которые будут идти через всю империю, там и не нужны. А вот с Каз-Шафрой они могли бы поработать. Раз все так удачно складывается в нашу пользу. И раз тут наши союзники, то мы можем отступить к Тир Этрайду. Отбить его у орков. Гэндальф может даже пойти... Кстати, мне интересно знать, что же происходит у нас здесь. Потерял ли Мордор контроль. Нет, Восточный Азгелиад все еще держится. Каэр Андрес все еще держится, но не отбивают, не делают вылазку. Гэндальфы это плохо. Могут потерять Каэр Андреса с ним и... Ну, сами понимаете, вся цепочка последствий. Вам ли говорить и объяснять, что это может быть? Эмин Арнен. Идти на Эмин Арнен. Отступать с переправы или все еще сдерживать. Там воссоединиться будет возможность с наклонительными отрядами пехоты. У всех остальных городов есть гарнизонный скрипт. Либо мы можем рвануть вообще в тыл руна, нанести удар и побегать по столицам. Не по столицам, а по городам Харада. Но это очень большой путь. Легче вытили и не кипиша натворить. Что делаем? Тогда отступаем с переправы и... Идем, идем, идем наверх. В сторону Тир Этрайда на объединение с моими войсками. Идея захвата Каз-Шафры выглядит привлекательной. Но я не знаю, что у нас здесь на побережье. И есть ли армии Харада. Видите, вот дополнительная... Такая весточка о том, что войска здесь есть. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Идем на побережье. Мечники, да. Отправляем, значит, на побережье войска. Тут у нас раз, два, три, четыре, пять отрядов пехоты. Но нет никаких лучников. Тут три отряда плюс три вражьих отряда уже будет шесть отрядов. Их будет больше, чем нас. Мы могли бы воспользоваться подкреплением из Харандара. Взять, к примеру, два отряда лучников. Тогда бы у нас что-то было. А в Харандаре вместо этого построить казармы дозорных. Но опасно рискуем получить удар. Либо ждать еще дольше. И получить кучу топорчиков. И лучники придут совсем не скоро. Хотя Кашафра, Ватавия, тур по побережью Харада. Ну разве о таком... Это деньги, деньги, которые мы можем отдать Гондару. А тут только два поселения. Перехватить Тир Этрайт назад и Эмин Арнен. Дальше-то мы точно не пойдем. Потому что тут нас Мордор искушает. Ладно. Это, как говорится, ближайшую цель будем захватывать. А там уже посмотрим. Плывем сюда. Заберем, наверное, вот этот вот отряд. И плывем тогда вот сюда. Понадеемся на силу нашей пехоты. Идем в сторону. Смотрим, нет ли еще каких-то войск. Ну а вы, мои дорогие топорщики... Да, кстати, можно было заменить лучников на топорщиков. И не терять их в форте. Страдать вам придется. Что поделаешь. Гибель вас ждет. Увы. Так, а мы продолжаем отправлять в Вереницу войск. Видим, что на Харатском фронте эти армии востребованы. Копит Изенгард силы. Рохан, я бы тебя пропустил. Чего ты здесь стоишь? Давайте попробуем на чуть-чуть отойти с переправы. Вдруг Крохану нужно особое разрешение на проход. И поэтому они как-то стесняются. Топорщиков пока не ведем. О, у нас лучники есть. Лучников, конечно, наймем. Лучников нам всегда не хватает. 4 тысячи. Типа деньги. Но с другой стороны, у нас столько крепостей и поселков готовых к переходу на новый уровень, что тратить эти типа деньги я не хочу. Хочу, но не буду. Надо заставлять себя этого не делать. Так, высаживаются еще отряды. Молодцы! Возвращаемся во Фрамсбург для переправы новых войск. Вот нам доступны еще лучники. Недобитки отправляем их. Вот у нас еще два отряда. Топчут горные переправы. Ну что, и теперь нам остаются только ключевые сражения на этом ходу. А, нет. Вот у нас еще перемещение. Смотрим, что тут у эльфа Флориена. Это та самая армия. А это у нас море. Не так уж много они и нанимают. Новых стэков у врага нету. Ага, соседнее рубежное поселение находится под властью высших эльфов. То есть, все там в порядке. А здесь наши переговорщики куда идут? К вратам Ривенделла. Получено право прохода. Дано право прохода. Что, если мы попробуем с ними опять поговорить о том, чтобы напасть на державу и получить определенную выплату за это. Так сказать, по 100 золотых нам не помешает. Все это сделаю. В деньгах я нуждаюсь. Это обращение нищего к богатому. Не найдется ли у вас хоть какая-нибудь работенка для меня, чтобы вы могли мне заплатить денежку? И богатый говорит, ладно, уберись у меня. Бандиты, Изенгард, Мордор. Так, орки Мглистых гор. Я тебе так и быть заплачу. Я так готов наемничать. Все равно я со всеми этими воюю. Кстати, есть ли хоть одна вражеская фракция? Хоть одна фракция зла в Средиземье, с которой я не веду войны. Наверное, я не сталкивался еще с руном. Это единственная фракция, которая мной не затронута. Королевство Иреадор это просто какая-то жесть. Так, харат у нас тут есть в списке. Харат, да, есть. Теперь рун. Согласие и с руном. Есть темный властелин Саурон. Согласие и с ними. Великолепные отношения, весьма надежен. Выплата, дань, сведения о карте. Может быть, вы готовы заплатить за карту. И вот так вот в нашу казну поступает... Ну, давай, 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 давай. Только не выкидывай. Согласие. Хорошо. Дополнительная сумма денег. Ладно, друзья, не буду мучить вас подобными вещами. На этом данную серию заканчиваю. Данил Касадий пишет, где скачать мод. Но только пишет так, что ответить на комментарии я ему не могу. Ребят, если вы пишете в YouTube комментарии какие-то, то удостоверьтесь, что вам можно отвечать. Не запрещайте ответы на ваши комментарии у себя в настройках. И добавляйте меня в Google+. Потому что, если не добавитесь, может быть такое, что я смогу только лайкнуть или дизлайкнуть ваш комментарий. А ответить уже не смогу. А вы будете думать, чего ж такой зажравшийся летсплейщик вам не отвечает. На самом деле, я отвечаю на все комментарии. На все адекватные комментарии. Ну, правда, не сразу. Но если есть время, то, конечно. Потому что это в моих интересах. Показывать, что я реагирую на то, что у меня происходит под моими видео. Ну и, конечно же, мне это интересно. Так, ладно. Шпиончика отведем к Долгулдуру. Здесь, конечно же, будет собираться чертовщина пока что. О! Шикарно! Чертовщина собирается. А тут эльфы. Красавчики. Перехватывайте эту чертовщину. Молодцы. Трандуилл самое благодарное, наверное, поведение. Мы от Трандуилла и от его воинов получаем за то, что мы помогли очистить Лихолесье. Что делать? В сторону метнуться. Посмотреть, где враг. Отправил ли он к руновосту под крепление. И, наверное, переводим этих ребят в сторону руна. Будем следить за ними. Удачи вам, друзья. И хорошего настроения. Уже в следующей серии будем бороться с армиями Мордора. Постараемся разбить вот эту вот армию. Помочь, может быть, эльфам справиться с гарнизоном Долгулдура. Наводить Долгулдур недобитками врага. Из планов, конечно же, перехватить Тир Этрайт. Контроль над ним, пока Мордор не заслал сюда как можно больше войск. И будем продвигать план с дальнейшим захватом Харадримских прибрежных поселений. Гондор хорошо обосновался в Южном Гондоре. Мне нравится то, что они подводят целые стеки и укрепляют защиту и оборону способность этих мест. Кстати, армия Гондора. Я надеюсь, она на втором месте. Общий рейтинг. Смотрите, как он растет. Военный рейтинг. Давайте. Все державы. Да, армия Гондора на втором месте. Красавчики, ребята. Мы им поможем. Они впоследствии помогут мне выиграть компанию, так как я этого хочу добиться. Что, может лучничков еще тут закажем. Я сейчас вам попрощался. Все никак не могу уйти. Все у меня планы. Планы рождаются в голове о том, что можно и что нужно сделать. Так, надо уходить. Все, друзья. До следующей серии.